Как всегда, начнём новую историю показа повреждений. Проведём общий обзор картинки. Явно повреждены две боковые двери. На первый взгляд мы видим вроде бы как незначительные повреждения. Но они настолько неприятны, что двери требуют просто замены. Кроме вмятин, есть места, где есть порванный металл. Накладки дверей также получили повреждения. Но поправьте их в принципе и нет сложности подшпаклевать, да и покрасить. Основной удар пришёлся в эту подножку. Кусок пластика оторвало. Оторвало и погнуло также кусок усилителя подножки, сделанного из алюминия. Мы это дело всё выправили и приварили. Также добавили отсутствие шкутки алюминия к этому усилителю. В принципе, у нас всё получилось. Конструкция не потеряла своей устойчивости. Пластиковая накладка также подверглась ремонту. Где-то что-то припаяли, подшпаклевали и даже мы её уже загрунтовали. Есть в дальнейшем желание покрасить её под цвет кузова. Пластиковая накладка имеет пупычатую поверхность. И чтобы получить гладкое зеркало, заливаем грунтом. И затем выраняем ровненько под красочку. А теперь переходим к ремонту дверей. Так как у нас есть споттер, мы его и применяем. Как правило, начинаем ремонт с вытягивания фермер жёсткости. В данном случае используем инструмент, так называемый скамейк. И используем его неспроста. Вытягивать просто рычагом было бы быстрее. Но в данном случае дверь мы уже разобрали. И поэтому на ней лежали. Вот это вот замки дверей. И дверь у нас не фиксируется. То есть рычаг мы упереть-то бы смогли. А вот подтянуть вмятину уже бы не смогли бы. Дверь пошла бы вместе с рычагом. При определённом желании можно было бы обойтись и без споттера. Можно было бы как бы там монтажками отжать там, отстучать, отрихтовать. Но, к сожалению, повреждения двери имеют участки с трудным доступом. Поэтому мы пошли по наиболее лёгкому пути. Наши пластины легко привариваются и также легко снимаются. И также, что самое главное, легко тянем поверхность, которую надо отремонтировать. Пластины сразу заряжаю при снятии в обои, которые в дальнейшем вставляю в приварочный пистолет. Вот так, не спеша, и проходит весь процесс. На пластинах со временем образуется нагар. Поэтому периодически приходится делать их ремонт. Пластины со временем, связанные с ремонтом, укорачиваются. Поэтому у меня имеется несколько групп этих пластин, равных по длине. После придания двери основной формы, начинаем вытягивать мелкие медь. Альтернативой данному инструменту может быть обратный молоток. Поверхность контролируется тактильно, визуально, а может применяться просто лимеечкой. Наиболее мелкие медь, которые можно использовать, рефтует. Для этого применяется простой надежник, плюс еще поддержка в той форме, которую вы хотите придать поверхности. А теперь смотрим дверь изнутри. После применения споттера. При меньших токах может и этих точек не быть. Повреждения приличные, и нам пришлось поэтому так работать. Смотрим на поверхность снаружи, на которую непотребственно пришлось воздействовать. Все это дело зашпаклевали. Первый слой всегда со стеклонаполнителем. Следующий универсальный. Финишную шпаклевочку не использую, считаю, что она дает усадку. Крашу так же сам. Не скажу, что супер, но для гаража приемлемо. Очень удобно, когда есть, где расположить детали, чтобы удобно было их красить. Чтобы удобно было красить много деталей. У меня есть еще поставки. При необходимости я бы мог покрасить еще больше деталей за один раз. Продолжение следует...